Доброе утро Ковыль, степной ковыль, его в природе существует более 300 видов Вот это конкретно ковыль уже культивированный, он пришел к нам, прилетел из Голландии То есть это не тот степной ковыль, который можно в наших полях собрать Да, считается трава защитница, вообще трава это лекарственная Интересно, просто вы сказали, что на ковыле есть налет определенной негатива, да? Вот почему я его использую, чтобы разрушить эти предрассудки, на самом деле это не так Почему ковылью раньше относились плохо? Потому что когда на нас нападали в древнерусские времена кочевые племена, лошади, ели эту траву, она попадала в организм, они потом погибали То есть для нашей, для Руси это было хорошо, они отступали, то есть поэтому ковыль считается травой защитницей на Руси А, вражеские лошади погибали от этого растения, интересный факт Поэтому правильнее к ковылю относиться именно как к защитнику Да Как к чему-то хорошему, да, что еще есть составляющих здесь у нас есть? Ну, самый главный здесь элемент, это у нас ромашка, это символ этого праздника Дня Семьи Любви и Верности Вот тут у меня, кстати, остались, Вася, можно погадать Ромашки, я хочу погадать, да Ну-ка погадай, Василий Посмотрим, скажите, а вот на этот праздник, да, он все-таки в нашей стране не так давно отмечается, День Семьи Любви и Верности 2006 года, 11-й год в этом году уже Довольно долго уже стоят Обращаются люди к вам? Потому что мы все знаем, что на День Святого Валентина стабильно приходят за букетами А вот этому празднику? Конечно, мы всю неделю прячем ромашку, никому не отдаем ее, чтобы к 8-го числу, к завтрашнему, выполнить заказ именно с ромашкой Это главный символ, да, этого праздника, ромашки, основная история Да, на 8-ое июля, так, Василий, не мешай, пускай угадай, да, вы рассказываете На 8-ое июля дарят еще помимо букетов с ромашками февроньки, это открытки аналогичные Валентинкам Я думал, это цветы такие Нет, это открыточка, на которой изображена ромашка, символ праздника И праздник, кстати, празднуют не только в России, в Болгарии, в Беларуси, в Азербайджане, на Украине Любит? В Франции, любит, отлично И в Великобритании Интересно, и в Великобритании даже празднуют этот праздник Да, тоже с 2000-х Вот, мне, меня интересует, что вот это вот такое за такая вот, как сказать, Василия сейчас они как раз Да, это шарики, которые вот мы сделали из обычной травы, травка и здесь тоже цветочки Просто намотали такие декоративные вещи Весьма неплохо Это вот то, что простые люди, которые вот, например, на дачу поедут, какие составляющие могут использовать для того, чтобы сделать букет? Ромашки Ромашки Вот у нас что, вот это все растет в Красноярске, я так понимаю? Да, это все сегодня утром, свеженькое, все собрано Вот это вот подмаренник, это медоносы, можете понюхать, как он великолепно пахнет Да Дайте мне понять Я бы даже его просто вот, вот это готовый, мне кажется, букет мог бы быть Ароматный Ну вот Вася бы, Вася бы точно бы смог быть Очень сладкий запах Очень много тысячелистника, дикого горошка, ну, цветов-то у нас просто море, конечно Пионы очень любимые сейчас, смотрите, какие роскошные пионы Ну, вам, конечно, очень просто, вы знаете, как все это сочетать, а в принципе, хотя в принципе, вы знаете, и так уже неплохо выглядит Вполне романтично, но можно, да, обратиться к специалистам, чтобы собрать вот такой букет Сколько стоит, на скольки начинается стоимость букетов вообще, поориентировочно? Вот, на завтра даже есть заказ, просто три ромашки, перевязанная красивая ленточка, даже такой Можно и так, да, если выглядите скромно Поэтому завтра не стесняйтесь, возьмите хотя бы по ромашечке, принесите это домой, поздравьте своих любимых, там, супругу Вот я хотел спросить, кого поздравлять, вот как день семьи, любви и верности Означает ли это, что можно и супругу поздравить, и маму, и бабушку, то есть это вот тех людей, кого ты любишь Не обязательно, как в день Святого Валентина, только свою девушку Вообще считается, конечно, это больше семейный день Семейный Кого вы считаете членами своей семьи, любимых своих женщин? Тех стоит поздравить Вообще даже есть медаль, учрежденная тоже в 2006 году, за любовь и верность Она выдается парам, которые прожили вместе больше 25 лет Ну, чаще это в Муроме происходит, потому что это столица праздника Интересно, может быть кто-то... Вы будете на работе отмечать завтрашний день? Конечно Ну, вечер с семьей Все праздники подмечаем на работе, а вечер с семьей Мы вас тоже поздравляем и напоминаем зрителям Завтра в нашей стране отмечается день семьи, любви и верности Мы вам этого же и желаем, семьи крепкой, любви и верности И благодарим Алену Чудопал, бренд-флориста Она была в нашей студии, подготовила замечательный букет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова